Всем здорова. Продолжаем проходить Партнер Блэк на русском языке. И что, просто раз остановился и выйдя на шестом ушло. Пошли, Деп. Так, может для начала посмотреть кто тут водится. Хотя, в принципе, зачем мне они. Только если локацию обловить, но это потом. У меня сейчас Харабласт. У меня сейчас в приоритете найти водного покемена и найти летающего. Но это будет Драгонайт. Только вот где его взять? Ну или там первую предэволюционную форму Доротини. Ого. А, протек использую. Че я их бью? Че я делаю? Критическое попадание. Ну это Штро. Так. А, ты, ты интересный случай. Помоги мне в моем эксперименте. Давай попробуем. Дирлер. Дирлер. Я не помню, какой он тип. По-моему, он нормальный тип. Давайте проверим. Могу ошибаться. Икс защита. А, бафа. Да. Он нормального типа. Скорее всего. Икс защита. Баночки. Модификаторы. А ты че тут? Покемонов сухой кожи. Нравится водной атаке и дождь. А. Бокебол там. Но у меня нету плавания. Чтоб достать. Так, может спрей использовать и не париться? Что-то сильно сомнилось, что водяное покинуло водится. В траве. Вы смешали без проблем. Давайте-ка спрей. Идем. А вот суперспрей. 200 шагов. Зашибись. Так, тут ничего нет. У меня датчик не показывает ничего, поэтому просто идем. Ну и как одно целое, я научу тебе всему о рейнджерах. Ну давай, попытаемся. Поглядим, че-то есть. Раздвоение молга. Так, подожди. А че, я не попал камнями, че ли, по ней? Попал вот щас. Супер эффективно. Ну да, это воздушный тип. Блин, шок-волна. Ах ты гадина, критическим попаданием. Статика. Ха! Цитро решило статика своим опугать. Ему это пофиг вообще. Сшибания. От отдачи получают урон. Ну и брось его, хороший. Вот и все. Отдыхай. Что ты знаешь об этой ягоде? Вишня ягода. Не знаю, слушай внимательно. Ты можешь слышать, как дышит растение. Мне нужен водяной покемончик, который... Подожди. А ягоды. Вот вишня ягода. Параличный мать. Мне нужен покемон водяной, который будет со специальной атакой хорошим. Потому что у меня что-то одни бойцы с физической атакой, но специально нет. И шел дождь. То есть обязались потом. Ну давай. Хотя дождя нет. Поехали. Нету, нету дождя. Тимпл. Головастика у нее. Тимпл. В принципе неплохой вариант. Тимпл. Головастика этого себе взять. Но надо поймать, чтобы он был с хорошей специальной атакой. И все-таки у меня есть сомнения насчет болдара моего. Как его развивать. Тридцать пятое в утро. Ух ты. Такое выносливое. Просто фигеть. Ну тут сейчас Ливани будет решать. Против водяных земляных она идеально подходит. Не так ли? Ну, еще один Тимпл. Оригинально. Где-то я помню 6 Мэджикард подбивает. Тренер. Ливани хорошая. У нее хорошие защитные показатели. Атака хорошая. И скорость. Тридцать пятый болдар. Ну, ты хорошо. Думал, тридцать третий. Я исследую и изучу твой опыт. Бога ради. Давай. Я же не против. Так. О, Дирленд. Так, Дирленд. Если ты нормального типа. Бей ее решительным местом. Икс атака. А. Травоядный. Дирленд. Что-то увеличено в общем у него. Нет. Есть он травоядный. Он еще травяной. А ну толку, жука. Кусай его. Травяной. Вот оно что. Так ты травяной. Ты травяной тип. Что? Гиперзелья конечно хорошо. Что такое? А. Куда реагирует эта фигня? А. Там через речку. Да? Хорошо. Эликсир. Лишних не бывает. Исследуем времена года. Нет. Это лаборатория. Исследование времена года. Нет. Это не эволюция. Чувак. А. Дирленд. Климатическая внешность меняется в зависимости от времени года. Климатическое устройство которое вызывает смену времени года. И позволяет нам. Для начала нужно поймать Дирленд. Затем когда его внешность поменяется. Сможешь привести его в лабораторию. Сможешь привести его в лабораторию. Отклюлив произношение. Произошедшее с ним изменение. Мы будем искать Дирленд этого же времени года. Так что. Можешь сейчас показать мне его для Дирленд? Нет. Мне зачем он Дирленд? Это квест. Чувак дает квест. Но. Я сделаю его. Хотя подожди. Давайте наверное сделаем его. Вот что. Дирленд сейчас в траве попадался. Почему нет? Давайте попробуем. Ну вот они здесь повсюду. Дирленд идем. Это ж проще простого. Это ж не надо. За 3-9 земель куда-то идти. Их скорость. Чтобы поймать Дирленд. Тусай. Быстро. Сейв. Ну давайте. Сейчас спрей у меня скончится. Сейв. Ну давай. Давай. Первый же Дирленд попавшийся. Ааа. Понятно. Сват. Лоль. Сколько за тебя опыта дадут. Если тебя укусить. Хорошая атака мне нравится. Пусть жука. 391. Ну фигня. Если качаться в траве. О. Вот он. То это надо оплавливать Одина. Щевлящийся в такой траве. И на нее вот. Именно ее пинать. Так. Ааа. Блядь. Да. 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 Удар прыжок. Боевая атака. Давайте порезаем. Ударим. Ну разрезаем. Ти-ти-ти. Хорошо. Так. Ну ловись рыбка. Большая и маленькая. Не хочу переводить на него ультрабол. Не попался. Зерна ты ярко. Никакого эффекта. Ты че? Ахренеть. Травяное обивание. Ладно. Нестбол. Меньше по уровню. По-моему эффективнее работать. Шарик. Три. Сел. Хорошо. Добавлен в покедекс. Сезонный покедекс. А. Нормальный. Вот оно. Свет и запах его меха изменяются. Подобно горной траве. В ней он прячется. Почуяв угрозную. Кто это? Маленький олененок что-нибудь? Гирлин. Блин. Ну. Травоядный получит атаку. Получит зерна пьянки. Скрытый удар. Бьет без промаха с щебания. И удар в прыжок. Какая атака хорошая. Тип какой интересный. У меня ливани есть. Видите? Травина. Мне еще один травина не нужен. А вот тебе я покажу его. Да. Вот он. Осенняя форма дельвинга. Блеск его тела и окрас подобных золотистых деревьев. Из которых опадают грузящиеся листья. А. И все. Че-че-че-че-че? Это лаборатория исследовательного времена года в зависи. На спиральной горе. Рас продолжим сразу. Завист. Тралтоном. Выпадает снег. Я не понял. Я ему сейчас показал дельвин. И чтоб он мне сказал. Какая-то форма. Все. Не так себя. Супер зелена нету. Гипер не буду тратить. Молоко возьмем. А. Хотя нет. Не надо. А. Что? Фунгус. Одинашик. Греть. Греть. Греть, давайте. Греть. Павли. Греть. Ну, за кадром наверное побегаю. Половлю. Посмотрим. Ой. Это опасно для нас. Ну, из-за того, что он превосходство в типе имеет. но уровень-то у него небольшой ванилить фрилляш но не помню что это а это по-моему водный тип медузка такая возможно да да фрилляш кстати фрилляш мне бы подошел наверно такой почему нет камень-листа ага опять это скачет функус извини грибок в другой раз а вот и я я покажу тебе насколько это место идет не энергично и какой-то там чел стоит на мосту преграждают путь пусть для меня он туда сейчас миншина короче шиншилла а для стиля хорошо эмолга кстати не будем изобретать велосипед просто выбор болгара сейчас каменная одной атакой положим на лопатки вот камнепад в принципе да это рокслайд камнепад опять она уклоняется сволочкой ну ты не увернешься конечно супер эффективно ммм вишен ягода опять пещера электрокамней кажется запутанным лабиринтом но на самом деле это прямой путь мистер алтона при положительном глубинах пещеры скрывается потрясающий как вон кабален который по слухам защищал как вон древние и новы от всепоглощающего огня если ты применишь атаку серфинг чтобы перемещаться по воде то возможно сумеешь найти а о это хорошо но у меня нет такой пакет мистер мод возьмите камень сияния камень сияния а это шайни стон кажется перевод о божешки дай пакетионы похоже им не очень хорошо отдохни здесь нельзя никогда идти при плохом самочувствии вот это вот это уже поддерживаем 100% здоровья прежде всего все остальное подождет скоро пора отправляться на небесную башню маршрута 7 мне нужно позвонить в колокол за упокой моего картона а понял тебя высокая трава давайте все равно спрей применим дерлинг кстати 28 уровень что тут я даду посмотрим 302 очка ну не серьезно тут дали 1302 вот это вот было хорошо а то есть это обход нет 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 да нашел 6 короче тут надо плыть у меня нет плавания прибоя серф это можно в принципе перевести как прибой ну перевели как серфинг видите что поделать так помнится мне клей говорил что он будет здесь а вот он он же тем атаку ко мне не дал это паутина это паутина голвантула или ты честного пакемона понятнее мне что делаем но если у местных проблем и лидер стадиона им поможет крокорок убери паутину хорошо вот это это мой любимый так что ты можешь обучить это так и всех своих пакемонов удар в землю наносит урон и снижает скорость это бульдоз что ли некоторые изменения так и медленнее чем может показаться да плей все таки вернулся хорошо да это скорее всего бульдоз это не завалка мне рок том ну да ладно ну каменная гробница волос эхо вендетта вольт замена да вольт свитч отпор жука да вот удар в землю да это оно хорошее атака тро может изучить болдор может изучить болдор изучить а стена стали мы ее заменим это что он у меня с двумя хэм атаками был да что ли нахера себе я уже не помню опля идем я сам два шага сделать король м вы привели того кто вам нужен вы я сам сюда пришел привели они увольняю их ах да тебя привела ко мне пеневая триада гетис принял их команду плазма именно они и разместили пауки на головах на входе вчера электрокамней мне нравится там место формула выражающая лепутство и свою связь с покемонами если бы людей не было на свете это место было бы идеальным ты был избран тренер тебя удивляют мои слова нет если ты не понимаешь что это значит то тогда тебе это не удивит я расколол гетису тебе и твои друзья после надействия поручил так так гетис хочет пройти на твои тренера ну что ж пошли искать какая красота какая пещера какая красота какая пещера эй бьянка знаешь об этом парящие камни двигаются при прикосновении к ним да профессор а черина не хватает еще где он давайте привет как ты это место истечает электричество которое очень нравится покемон он витер зарядует перемещается я понял но потолкнуть можно не все камни отец попросил меня изучить клинков покемонов похожих на шестерни это тебе яйцо удачи lucky egg если это оно то это вообще супер если дать это яйцо удачи покемонов он будет получать гораздо больше очков отлично вот сейчас кач пойдет lucky egg яйцо удачи да в принципе все правильно без сомнений вот оно это мой один из любимых предметиков два общих все я не помню по моему там если я не ошибаюсь в полтора раза или в два опыт увеличивается ну вот дали там 350 очков будет 600 условно говоря так ну вот круто бегаешь анимации такие искорок все сделано ударился и так эффект репеля антипаралич аж так где спрей я не против я не против локацию конечно обловить но я сейчас хочу у меня в приоритете поимка нужных монах команду и только потом когда она будет укомплектована можно с наполнением покидать с хиллболл хиллболл я помню стой я испытаю тебя и узнаю достойно ли ты тренер что-то ух ты какой ты смелый давай-ка джаред архен ну понятно что это птичка в принципе у меня против нее нету вариантов надо брать запстрайк он летающий очень эффективен против ливани я рисковать не хочу про ворс вам скорость сильно увеличена быстрый щит защитил вражескую команду квик гуард что ли двигать у него сколько здоровья видели запстрайка 390 а этот ливани 447 где-то в полтора раза я думаю что это электро цвет вот чего не знаю ребят того не знаю давайте посмотрим что это я не понимаю пока что это может быть так а тут его нету нет м атаки вот здесь должно быть а вот электро цвет самоцвет с электрической энергией при ношении он единожды усиливает мощь электрическая опа какая классная штука вообще не помню такие предметы так я хочу а с вот этим подражаться я могу эта пещера полна на электризованных камней питает меня энергией его электричество ну ты даешь рональд клинк а вот она шестереночка да и снова ливанье ну судя по всему это стальной тип сделать я ему по моему ничего не могу я не помню икс атаку да шестеренки ооо какой он крепкий давай запстрайк у меня есть огненная атака флейм чардж огненный заряд связывали нитро разгон перевели ну блин в принципе суть одна да но огненный заряд куда более реалистично так скажем смотрится в переводе флейм чардж его не 35 уровень все выставляем запстрайку несмотря на то что это пещера электрическая тридцать пятый тридцать пятый тридцать пятый я всех вот так всегда стараюсь сравнять чтобы у меня не проседала команда подождите а что там в эту сторону ну-ка оживитель ревайв ну ревайв штука нужная я оттуда пришел идем идем сюда и дошел поворотик в этот что такое опять ну и что снова привет привет удалось что найти ничего пока не нашел клинки появились сто лет назад откуда покемоны чего не идут если мы сможем поладить ну эта серия будет подлиннее не полчаса потому что я сегодня выходной и очень интересно поиграть в русскую версию естественно поэтому серия будет подлиннее ради бога эффект спрея исчезает так у меня всего шесть штук осталось я альпинист из следующей пещеры научу тебя превратностям жизни и сложности биты покемонов может не надо сложностями хорошо кто там у него болдар в принципе он опасен все земляной атаку не знаю я попробую его с парком и с кореньем пробить шлифов грязи да у него есть точность снижена вот это вот я ненавижу вроде вроде фигню отнял по дамагу зато точно снижен ого видите с яйцом удачи вкусно гурдур блин он очень сильный гурдур только не промашь вывезла критическое попадание еще 272 очка вот это уже кач пошел это уже другой разговор так можно пойти туда куда-то сюда давайте сначала вверх вверх исследуем как в прошлый раз это делал сейчас а вверх мы не исследуем эта херня не движется камень тогда сюда где-то что-то показывает мне датчик что-то есть идем и вниз ведет лестница члены команды плазма ждут тебя там гиперзелья так этот камушек куда двигается нет не сюда значит вниз вниз идет лестница а вот это он это увидел я обожаю это место электричества питает моё ну и что-то смотри вообще-то помешано на электричестве крыша поехала ну и ладно гоу клинк о клинк несмотря на то что а может он электрический клинк он ждит давайте ударимся искрами икс спецатакой давайте проверим эффективно нет я не помню не знаю ага он не электрический он стальной то что стальной это я так очевидно значит у него один тип просто тип стали буду знать запстрайка не выносливая но она довольно быстрая и хорошая атака ну как не выносливая супер эффективно атаки она не переживет ага и что я сделал косяк косяк давайте попробуем вернуться значит надо двигать нижний камень вот так и вот так выходить железо айрон это витамин ну насколько я помню это же витамин да вот увеличивает базовую защиту хорошая штука не знаю только кому давать ее давайте тро дадим чтоб он еще крепче был эффект спрея пропадает очень блин не вовремя конечно исчезает этот эффект ну ладно хорошо что вот так запоминается видите в инвентаре я взял использовал и вышел так оно и осталось на позиции а не сбросилось наверх и это очень удобно быстрый сейв сделаем буду ну чтобы время меньше тратить на сохранение большими сохранениями не буду пользоваться так туда дорога вот сюда что это привет мои братья самородки я старший брат а я власть он двое злорца одинаково с лица ребят или биба и боба я даю тебе саморода говорит я тоже хочу тебе дать это и еще один самородок насколько я помню они стоят по-моему то ли по 3 тысячи то ли по 5 тысяч за 1 штуку а ну-ка 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 антипаралич подождите подождите направо у меня был проход ведущий куда-то еще сюда есть предметик здесь усилитель оз вещь классная вот у меня очков атаки 5 например ну пусть будет какой-нибудь фаербласт 5 раз я его могу использовать или там гром вот эту штуку применил уже будет 6 раз ну и так далее блин спрей как улетают-то а подожди не пойму а вот нажал оживитель revive ты че тут если хочешь я могу вылечить но сперва сразимся отлично халявный центр мобильный конечно сразимся сейчас мы очень очень сводим с я думаю even charge 1 и всё бум 1450 очков вот это да теперь как и обещанно вылечу. Блин, цените, чтобы люди были здоровы, к ним приходят доктора. Воистину. Так, стоп, тут что-то есть. Таймер Болл. Давайте, кстати, почитаем, как Болла перевели, мне очень интересно. Грейт Болл, высокоэффективный Болл, обладающий более высоким шансом поимки. Ультра Болл. Ультра эффективный Болл, обладающий, чем Грейт Болл. Ага, вот, восстанавливает УЗ, то есть очки атаки и... Нет, подожди. ХП восстанавливает и снимает любой эффект статуса. Гораздо эффективнее в ловле покемонов под наложучего типа Нест Болл. Болле слабых диких. Да, вот, если у меня, например, Тро 50 уровня, там, Дирлинг какого-нибудь 5, ну, так говорим, 100% его поймает. Ну, чем ниже уровень дикого покемона, тем лучше. Клик Болл это быстрых покемонов, которые гораздо эффективнее при применении в начале битвы. А, я придумал, что он хорошо ловит быстрых покемонов, у которых скорость базовая, высокая. А вот не прав я был. То есть бой мы начинаем и сразу кидаем его. Не бить, не бьем никого, сразу его швыряем и у него будет максимальный шанс прока поймать. Даск Болл. Это в пещерных помещениях ночью. А, еще и ночью. Ночью или в темных местах пещеры. Да. Таймер Болл тем эффективнее, сколько в бой идет. Это да. Репет Болл, который был уже ранее пойман. Например, мы отлавливаем себя с характером хорошим. Одиши, скажем так. Первого, второго, третьего ловим. И мы одиши одних ловим. Он потом будет просто с одного покебола ловить дайвболта глубоководных лимучек под водой. Вот покемоновчиков ловит. Ну и пока все. Других у меня нету. Паки шариков. Погнали. Так. А, вот и они, про которых говорил этот... ТРИАДА. Про которых говорил, что они ждут тебя внизу. Вот он на ПЛАЗМА. Ну, наконец-то. Я уже думал, они не придут. Бросает вам вызов. САНДАЙЛ. Хах. А, блин, он-то опасен. С земляной. Ну, у него уровень невысокий. Поэтому затопчем его. Скрэггер. А вот тебя мы сейчас искрами. Хотя, мне кажется, этому не хватит. Что? Он напугался, но он выдержал? Такой крепкий. Ой, блин, вот этот вот опасный. Давайте его лучше искрами пробьем. И все равно он выдержал. Блин, он накинул эту херню свою. Двадцать шестой уровень он выдержал. Как, блин? Ну, поехали. Сейчас теперь усыпление. Давай. Супер Клык. Посмотрите, что делает. Супер Клык. Супер он снял. Тридцать пятый уровень набирает. Хорошо. До доктора добегаем. Так, давайте все-таки возьмем. Молдора, наверное, покачаем. Угу. Коготь скорости держит. А, да, быстро коготь. Вещь хорошая. Он может так прокнуть, что и быстро его покинута. Болдором гонит. Первый в походе. Ой. Он же бойцовый. Так, так, так. Это плохо. Чем его бить? А вот. Угу. Кураж. А может вот этим? Терять сознание. И все? Ладно. Ох, их там еще двое стоит. Это Гетсис, да? Сказали меня испытать хочет. На прочность. А я испытываю его на слабость. Нифига. Нифига у меня не остановит. Своими трубишами. Искреги. Накопление. Искольба. О, накопление хорошая штука. Защита. Специальная защита увеличена. Но скорость я ему скинул. Поэтому, извини. Теперь я хожу первый. Трубиш. Лайпард. О, вот сейчас сколько это привалит. Вот за Лайпард. Навалю. Давай, Робс Лайд. Камни падай. Погоню фигня. Немного не снимет. Хорошо. И... 1410. Как с куста. Камни ловушки. Скиллрок. Покемон рассыпает левитирующие камни. Блин, нахеренная штука, конечно. У меня просто нет места. Я ее не изучу поэтому. Ничего себе. Ну, культы хотела. Сказку попала, что бы. Идем дальше. Так. И вижу, что там еще кто-то вон стоит. Ты. Ты тренер, которого опасается. Мой король. Опасается. Что-то я не слышал от него. Трубиш. Трубиш ядовит. Мы его бьем. Бульдозом, короче. Ударом в землю бьем. А снова накопление играть. И снова мы повторим. Прошлые битвы. Удар в землю. Можно как-то перевести. Какое-нибудь. Рыхление, наверное. Не знаю. Давай лайфорды. Блин. Еще один трубиш. Опыта мало за них. Даже с яйцом. Еще баня. О, без накопления. Видите? Он сразу упал. Как оригинально. Третий трубиш. Ё-моё. А, или это приоритетная атака. Удар. А, или это приоритетная атака. 40 минут, 45 минут люди идут, ну нормально, пещеру, думаю, вот этого посмотрим, зачистим попробую опередить его, а ой, ну что такое, начинается попади, хорошо, сквозь путаницу походил, ой, еще и убил его, ну вольнулась сандайл, да, давайте замерить, наливани, заодно снимем путаницу кусай его, куча слабостей у этого сандайла, мне он не нравится а, еще и вниз куда-то спуск лайфард, вот это опыт будет хороший когти . хорошая атака тоже, атаку повышает и точность болдер наваливает да, надеюсь не зря я его прокачиваю так, давайте быстрый сейв, что-то я, можно вправо уйти сейчас, а вот еще сюда есть тут тренера, да, у меня серьезный подход тренировки а, ну давай посмотрим, заинтриговало тридцатый уровень больше чем у команды плазма, блин когти точку, в принципе этот крот опасен для болдера своими земляными атаками, да, он еще, естественно, выдержал подкоп, ну и начинается нет, я менять не буду, я хочу подсоять сколько с ними ого запстрайка, вот черт возьми погоню, не поможет тебе шок, волна, вот это очень плохо, он может сейчас нет, да ну я так им просто опыт не дарю, поэтому оживляем нитроразгон, да, умно вот болдер 925 он пока получил дохера и больше бы за запстрайку дали подожди, а где было? ах, все пропадает тут там вот 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 огнецвет понятно камушек туда еще ниже есть у кого тут что яркая пыль не знаю что это предмет для ношения отбрасывает блики снижающую точность противника ой неплохо огнецвет еще один эти паралич на дороге не валяется еще один тренер даже если кто-то бросит мне вызов на то есть я приму его и тренер профессионал и так же это хорошо что тренер профессионал больше опыта с тебя получит гатита обыск полезная способность психо шок ого блин она выдержала на дужу больше не может пользоваться предметами чем и теперь яйцо удачи не сработает покачки да клет я не помню кто это ага птичка давай камнепад аква кольцо значит водяная птичка лили ганд ой это ж травяная блин танец бабочки так спец атака возвращаю защита взгляд как ты придурок блин промазать умудрился то попади но хорошо ливане сработает сейчас на ура потому что она жук никакая прокачка лили ганту не поможет мега подпитки да 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 ну 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 сколько ты отнимешь 7 единиц а вот такой жука раскачивайся сколько угодно куивер дэнс я вспомнил что за атака 38 уровень охренеть за него по трубе дали болтеру все б он сам с ней справился гиперзелье так часть звезды а на продажу еще куда-то путь чудо-конфета но это редко конфеты я бы перевел а не чудо что это фигня пыль пропала нет она не пропала водоцвет блин хорошие камушки надо их в бою в каких-нибудь боях серьезных поюзать будет так все этот этаж все да что-то пещера больше чем кажется думал она меньше возвращаемся к плазме давай тренер выпустите покажи мне силы да давай зарубимся санда его взял и 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 Вот он отнимает лима. Кстати, ровно половину он отнялась по очкам, если считать по хп 50%. Да, все да не все, пещера продолжается. Вон он стоит. Я хочу решить все загадки мира, поэтому буду спрятаться. Клинк. Кстати, интересно, у него левитация или нет? Давайте проверим. Ой блять, что я сделаю? Нет, удар прицеливает слабые места. Нет, у него нет левитации. Вот что мне показалось. Нагзельевич хорошая. А, так я обошел пещеру. Тут что? Еще один тренер. Давайте к М пока не пойдем, сейчас посмотрим, что я тут недоисследовал. Кто против Виме Скотт? Ну-ка, Мега подпит, Клаун, продумай. Ой-ой-ой-ой, сильно снимаешь. Сила. Тихо. Победил все-таки. Тертуга. О, воднотип. Давайте запстрайку возьмем все-таки. Чтобы Болдар тоже опыт получил, я его поэтому не смелял. Морскую воду. Тихо, не надо как больше делать, давай искры. Ни хрена она крепкая. Магнит. Ну, магнит, по-моему, он усиливает. Электрические атаки. Да, по Болдару как дали, хорошо. Хватило, кстати, спреев. Вот два еще осталось. Там Н стоит, я не знаю, где выход правда. Бедоцвет. Сохранимся. А, ну вон. И выход, как я понял. Многие ценности смешиваются вместе и иных становятся серым. Да. Я узнаю о твоей мечте, сразившись с тобой. Болдара то я вылечил, но у него, по-моему, каменной атаки нет. Камнипада. Ну, черт возьми. У него тоже Болдар есть. Мне она может и не потребуется. Давай, дар в землю. Мы его победим Болдаром. 10 уровней раз. Стена Стали. Болдар. Не поможет. Ни хрена. Выдержал? Феросит. Я не помню, что это. О. Стальной. Судя по всему. А, не. Или что? Стена Стали снова. Стальной. Так. А ну Тро. Займись, кстати. Разомню ему Хостя. Если он Стальной. Да. Стали Пугать. Скинь его. Никакая мощь защита не была. Железная ШП. Получает урон от удачи. Афтыгар такой. Ну, что получил, то и вернул. Да. Желтый. Я не помню, что это. А, ну это напряжение. Так. Ага. Паучок. Желчью походил. Что свойство? Что-то дебафка, как я понял. Что-то дебафка, как я понял. Что-то дебафка. Что-то дебафка. Нету статики там, никакой у него. Климент. Давай один бросок и заканчивай. Все. Ты же сам предложил бой. Пострадали. Я не могу победить, потому что я признаю себя как тренера. Бьянка. Вот и гоп-компания. А где профессор? А вот и она. Ага. У Энн свои взгляды вообще. Он считает, что покемоны должны отдельно жить, но о чем что-то ими сражаешься. Выпускай. Иди, иди. Давай, давай, давай. Блин, у меня полет есть. Мне не на ком летать. А, мист Ролтон. Вот и городок. С новым гимом. Обходим, как всегда. НПЦ. Скрытая сила? Нет. Сейвимся и заканчиваем серию. Длинная пещера оказалась. Думал, она будет меньше. Диллинга можно скинуть. Посмотрим за кадром. Может я в нее вернусь. Половлю там кого-нибудь. Поместить. Посмотрим на товары, что продают. Местные. ТМ продает. Гра, дневной свет. Танец дождя, песчаный. А. Хорошо, неплохо, да. Тут что? Ультрабола в продаже теперь есть, да. Теперь зелье есть. Спреи мне нужны. Вот, макс спрей. 250 шагов. Это вот прям очень надо мне. Штук 20 сразу запасемся. Нет веревки? Это плохо. Хотя бы одна должна быть. Ну что ж, в следующей серии тогда начнем изучать этот город. Искать гимн. Сейв. Благодарю всех за внимание, за просмотр. Всем пока.